Привет, друзья! Рада вас приветствовать очень в этом видео. Вновь это неделя из жизни биолога, но начну со вторника, так как до этого были пасхальные праздники, и у нас было целых 4 дня выходных, а теперь я в институте, и планы на сегодня это работать со статистикой, с данными, которые у меня получились, моим супер новым методом. Также сегодня я работаю в МИТА-кампусе, и у нас будет групп-митинг. Солнышко яркое, я блещу как блинчик, и желаю вам приятного просмотра. МИТА-кампусе Спускаюсь вниз на нулевой этаж института, где столовая, где сегодня, я отдала не встречусь еще с моей замечательной подругой, которая тоже здесь делает писти в соседнем институте. А, это дерево уже совсем зеленое, хотя я еще в прошлом видео показывала, какое оно розовенькое, все в цветочках. Уже традиционные видео из комнаты для... МИТА-кампусе МИТА-кампусе Эту неделю биолога я необычно начну со вторника. У нас были длинные пасхальные праздники, целых 4 дня выходных, и неделя начинается со вторника. Сейчас я нахожусь в МИТА-кампусе Шрите. Так как я работаю между двумя институтами, собственно, в каждый из них я прихожу, чтобы работать. Сегодня вторник, и у нас проходит здесь лабораторный митинг в час дня, что меня ожидает. А также буду продолжать работать со статистикой над данными, графиками. И очень надеюсь, что за апрель я все-таки финализирую методы и статистику. И в мае приступлю к написанию. Но это позитивный план. Посмотрим, что будет. Сегодня просто максимально crazy погода. То дождь, то светит солнце, то тучи, и темно, и немножко болит голова. Но все-таки немножко для вас поснимаю. Хотела пару слов сказать про лабораторный митинг. Очевидно, что это полезно докладывать свои данные и видеть какие-то ошибки, иметь возможность спросить советы и так далее. Но также, слушая чужой доклад, ты, конечно же, можешь обратить внимание на какие-то спорные моменты в своем исследовании, о чем-то задуматься. Так, например, из последнего мой коллега, он презентовал свою статью, которую вот совсем практически уже дописал, и презентовал именно фигуры, то есть картинки к статье. И пришло общее сознание, что, во-первых, в конкретный его случай он использовал слишком много цветов, и вообще цвета на графиках в статье должны быть только в том случае, если это необходимо. Это оказалось бы что-то очевидное, но в то же время задача картинки сделать так, чтобы было как можно понятней и наглядней то, что ты пытаешься донести и объяснить. И как будто бы цвета должны помочь, но если ты используешь слишком много цветов, то это будет мешать. Просто это было интересно отрефлексировать. Еще один небольшой немного фан-фэкт про науку. Мне нравится замечать, как именно в науке используется искусственный интеллект. Я делилась парой интересных статей на эту тему, рассказывала о них в каких-то из видео. Но также, естественно, в науке все чаще используется чат GPT для написания статей. И недавно нашла забавный график использования слова «delva», если честно, не знаю даже, как это правильно произносится, но обозначает это слово «погружение в тему». Я особо не встречала этот глагол в статьях, и в целом, мне кажется, мне носитель особо его не использует. Но его использует чат GPT, и этот график показывает, как часто стал использоваться этот глагол в статьях на PubMed. PubMed — это такой ресурс, где, я думаю, вы знаете, где собраны статьи, где поисковик статьи, в общем. И, в общем, да, это показывает то, что современные статьи последних нескольких лет были написаны не без использования чата, что, в общем-то, очевидно, я считаю лично абсолютно нормальным, потому что ты, конечно же, если ты нормально пишешь статью с использованием чата, ты проверишь каждую строчку, каждое слово, но зато тебе просто технически чат поможет создать текст. Это никак не влияет на твоё исследование, гипотезы и выводы. По-моему, лично, по моему мнению, нет ничего плохого в использовании чатом, но просто такая забавная статистика. Сияет солнышко, как будто бы день, а на самом деле скоро 7 часов вечера, и я наконец-то закончила и иду домой. Сияет солнышко, как будто бы день, а на самом деле неизвестен. Сегодня у меня такое, получается, домашнее время. Отлично. Сегодня такое, получается, домашнее время. Домашний рабочий день. Если честно, у меня ощущение, что у меня в целом рабочие недели довольно-таки похожи друг на друга, и мне любопытно, насколько это интересно смотреть. Пожалуйста, дайте знать. Возможно, мне стоит чуть реже выпускать такого рода видео, допустим, один раз в месяц. Посмотрим, что я решу. Ну так вот, сегодня домашний офис, и мне нужно продолжать работать над статистикой, то есть я могу сказать, что мы успешно смогли проанализировать полученные данные, а теперь нужно их статистически проверить, насколько, допустим, разница между моими группами, между группами животных, которые участвовали в эксперименте, статистически различается или нет. И, если честно, я не ожидала, что подобрать нужный тест статистически настолько, во-первых, это очень важно, а во-вторых, это не так просто, как я думала. Но на самом деле я не удивляюсь, потому как это, в общем-то, на каждом этапе работы ты приходишь к тому, что все сложнее, чем ты теоретически предполагал. Но сейчас немножко, ну, можно сказать, загвоздка с отбором статического теста. Хочется поделиться небольшим рассказом о лекции, на которой я была на прошлой неделе, но не снимала, не рассказывала, поэтому поделюсь сейчас. И лекция была посвящена использованию животных в науке. В целом это довольно-таки сложный и непростой с этической точки зрения вопрос. И огромное количество исследований направлено на то, чтобы создавать модели, имитирующие ту или иную систему или болезнь, или орган. И все-таки, все еще пока в наше время необходимо использование животных так же, потому как все еще есть случаи исследований, где система слишком сложная, чтобы суметь ее сымитировать инвитро, то есть, так сказать, чашки Петри. Так, например, в моем случае я так же должна, в моем исследовании используются животные, из-за того, что перелом – это слишком сложная структура, не участвуют и иммунные клетки, сосудистая система должна восстановиться, конечно же, экстраселл, матрикс и клетки кости. И, конечно же, нервная система, короче говоря, важна очень все, поэтому пока что мы не способны имитировать это не в живой системе. И в этой лекции рассказывали, к чему пришла наука с помощью животных, в огромном количестве областей они помогли нам достичь огромных успехов, например, в разработке лекарств, разработке обезболивающих, которые не вызывают привыкания, в разработке различных вакцин и так далее. А если говорить про мою тему регенерации костей, то здесь один из недавних, так сказать, исследований показали, что адаптивная иммунная система, она очень важна и очень сильно влияет на заживление костей. Так, например, в целом адаптивный иммунитет, он очень, конечно же, важен, это ТБ-клетки, и когда мы только рождаемся, у нас, можно сказать, адаптивный иммунитет наивный, то есть он еще не развит, и с возрастом мы его как бы развиваем, получаем опыт, и ТБ-клеток иммунной системы все больше. Но если говорить про перелом, то когда у нас слишком много адаптивных иммунных клеток, то они также могут вызвать слишком сильную первую фазу заживления, это воспаление, оно будет в любом случае, но если она слишком задерживается, так сказать, то и заживление будет тоже задерживаться или неправильно. В целом кость умеет заживать идеально, то есть без шрама, и это очень редко и круто в нашем организме, но порядка 10%, если не больше, в зависимости от сложности и места перелома, заживает неправильно, так что исследования в этой области все так же очень необходимы и важны. Но вот оказалось, что есть определенные Т-клетки, которые способствуют заживлению, а есть те, которые способствуют как раз пролонгации воспалительной фазы. И вот одной из лабораторий в нашем институте, профессора Кейт Шмидблик, удалось выявить популяцию Т-клеток, которые как раз способствуют заживлению, это CD4-позитив, то есть такой маркер на поверхности этих клеток, которые их характеризуют, и они как раз способствуют заживлению. А CD8-позитив, то есть CD8, они как раз способствуют пролонгации воспалительной фазы. И в целом вы можете, например, посмотреть свою периферическую кровь, посмотреть соотношение и количество именно вот этих вот Т-клеток и, в общем-то, узнать заранее в вашем случае, как пройдет перелом. И в целом, на самом деле, важность иммунной системы в заживлении костей, это также, можно сказать, факт, который относительно недавно сейчас считается общепринятым, но еще буквально лет 20 назад так сильно об этом не думали. и так много все новых и новых фактов, об этом также не знали. Так что лекция была довольно-таки интересная, и как раз вела ее вот профессор Кейт Шмидтблик, который рассказал в том числе и про их ресерч конкретный, но все в контексте использования животных в науке. Уже подхожу к госпиталю, солнышко светит, настроение сразу просто замечательное. И перед работой зашла в продуктовый, чтобы взять себе на ланч что-то, и еще взяла такой вот пасхальный наборчик. И так как совсем не нравная была Пасха, то на эти пасхальные наборчики 50% скидка. В общем, я решила, что возьму такой и оставлю себе на работе. Как же красиво! Из планов на сегодня мне нужно встретиться с профессором, обсудить, собственно, анализ, который у меня получился, данных, и обсудить, правильно ли я использую метод статистики. Надеюсь, что все будет одобрено, и на этом этот этап работы будет закончен. Но посмотрим, если честно, жду митинг очень. Еще одно важное задание на сегодня — это перенести данные, которые я наработала, наделала в систему вот этого института. Тоже очень важно сделать сегодня, пока я тут. Такое солнышко с утра, и такое дождливое нечто сейчас вечером, потому что просто прям не ожидала такой погоды сегодня. Но да, уже 5 вечера, и я иду домой. Такое солнышко с утра, и я иду домой. Такое солнышко с утра, и я иду домой. Такое солнышко с утра, и я иду домой. Это ж не смутывает лицо. Наоборот. А зачем они эту ромочку делают? Частливое дело. Такое солнышко с утра, и я иду домой. Это ж не все шли. Да, я иду домой. Такое солнышко с утра. Такое солнышко с утра, и я возникase людей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня я вас приветствую из своего второго института Я работаю между двумя лабораториями И сегодня работаю из Верхов Клиник Это еще один кампус Шарите Точнее, он, по-моему, самый старинный Так что это первый кампус На прошлой неделе, мне кажется, я делилась с вами Как я рада начать работать в такой программе, как Призм В ней можно делать графики, статистику Она очень такая симпатичная Юзерфрендли, удобная Я как будто бы копнула еще чуть глубже И теперь буду пользоваться Программой Origin Эта программа скорее для физиков Там еще глубже Еще больше возможностей Для статистики, графиков И различных формул В целом, если честно Меня просто восхищает И отдельно Очень нравится вот этот переход От реальности От того, что происходит в физическом мире Будь то, как в моем случае Рост коллагена и сосудов Или там, чтобы ученые не изучали Не знаю, в случае физики Какие-нибудь процессы И затем все это перетекает В математику, формулы, числа И на самом деле Все управляется законами физики И математики И вот этот вот переход От того, что можно пощупать Увидеть глазами К числам и формулам Это что-то, не знаю, волшебное И то, что, как я уже сказала Меня действительно восхищает И это то, над чем мы поработали Вместе с профессором вчера И на самом деле так Как бы изначально Об этом, можно сказать, не думали Были, конечно же, мысли Описать рост коллагена формулой Простыми словами Но вот именно вчера Удалось подобрать определенную Математическую модель Она 1842 года 1832 года Которая описывает Gross factor И как раз рост Что подходит к моей теме В общем, не буду вдаваться в подробности Но, так сказать, именно вчера У нас получилось Совершить как раз Вот этот вот переход Я имею в виду От картинки От того, что ты видишь К математической формуле Поэтому настроение у меня просто было Очень-очень хорошее Не знаю, после этого И опять же Это рубрика того Что я люблю в науке Но в целом На самом деле Все равно Но весь этот путь PHD И я думаю В целом в науке Он состоит из Вот этих вот Ups and downs То есть тебе то Ты к чему-то приходишь Какие-то новые Способы Методы Анализа Которые тебе подходят И вот что-то получается Результат А потом, допустим Не получается ничего И ты ищешь новые Двери Которые нужно открыть И так далее И так все время Так, например Я как бы первые полгода Смотрела в черный экран Компьютера Когда работала За микроскопом Так что я очень хорошо знаю Что это такое И вот спустя какое-то время У нас получилось Визуализировать коллаген Короче говоря Вот эти вот Ups and downs Они На протяжении всей работы Но когда ты вот внизу Это, конечно Немножко тяжело И просто до этого Я как раз была Скорее вот В таком Ну чуть-чуть Растерянном состоянии Когда не могла Подобрать формулу Не могла Правильно определиться Со статистикой И так далее Плюс нужно было Так сказать Подтвердить точно С профессором Что все Что я сделала Правильно Это тоже такой момент Ты до конца не уверен Туда ли ты идешь И так далее И для этого Собственно профессора В общем-то и нужны Чтобы направлять Но пришла я сегодня В этот офис На самом деле Для конкретной Простой задачи Мне нужен мой Лэптоп рабочий Который на Windows Так как вот эта вот Супер программа Классная Origin Она не устанавливается На Mac И мне просто Нужен мой лэптоп Чтобы установить Программу туда И надеюсь Что формула Которую мы вчера Подобрали Она сработает Потому что Вчера мы конечно же Смотрели на Очень маленькой выборке Буквально Несколько Сэмплов И сегодня Хочу прогнать Как бы все И посмотреть Почитать еще Литературу Посмотреть Кто-то Использовала Это или нет То такие планы У меня на эту пятницу А еще мне хочется Тут сказать Про свой Телеграм-канал Это такое Не знаю Уютное пространство Которое Виртуально Может создать И то Собственно Чему посвящен Мой телеграм-канал Там не что-то Конкретное Там просто То, что меня Вдохновляет То, чем хочется Поделиться Какими-то полезными Ссылочками Мимолетными Настроениями И так далее Так что Если вам интересно Очень welcome Там просто Я ощущаю Как какой-то Такой safe space Или что-то Такое Гораздо более Safe Чем например Инстаграм Который мне Все меньше И меньше нравится Вот В общем Very welcome В мой телеграм И по традиции Тут хочу с вами Попрощаться В конце недели Поблагодарить Каждого Кто поддерживает Канал Комментарием И лайком Это очень мотивирует Делать видео И еще Большое вам спасибо За ваши вопросы За ваши Какие-то Теплые слова Это очень-очень Приятно И действительно Хочется Подолжать Работать Над каналом Тоже Успевать Так что Большое вам спасибо И до встречи В новом видео А вас ожидают Наши выходные Внезапно Мрачная погода Мрачная погода Но на самом деле Очень и очень тепло Несмотря на то Что нет солнца Больше 20 градусов Но да Это я открываю Сезон Йоги в парке В 2024 Мрачная погода И вот здесь Вот такие деревянные Большие коробки Так сказать И это Такой садик В Мауэр парке Где Каждый На самом деле Я так понимаю Может арендовать Или Как-то договориться С Организаторами Этого Садовничества Садового центра И здесь Можно выращивать Все что ты хочешь Также я увидела Девушки Они собирали мед То есть тут можно Еще и Медоводством Заниматься В общем это в целом Довольно принято В Германии Здесь по всему городу Есть Такие локации Где У людей небольшие Участочки И можно Поставить какой-то домик Я встала И теперь Эти коробки Как я их называла Деревянные Видно гораздо лучше И видно Что в них что-то выращивают Короче говоря По всей Германии Это в целом Принято Что-то выращивать Будь то На каком-то Участочке Небольшом Или прямо Вот так вот В парке Тоже можно заниматься Садоводством В общем здорово Все это вот Посреди парка Еще Немножечко Почитаю И полю домой Раньше я жила В Шарлотенбурге Так называется Район Берлина И жила Между тремя Потрясающими парками У меня было Одинаково Примерно До каждого Из них И На велосипеде Довольно быстро И это были Потрясающие парки С Озерами Что-то такое Лесного типа И мне Если честно В новом районе Здесь я живу Не хватает Именно такого Огромного Большого Зеленого парка Именно в такой Велосипедной Доступности Но все равно Район В котором Живу Сейчас Тоже Очень нравится Встретились С Марианной Раньше Мы фотографировали Очень-очень часто Есть влоги С наших фотосессий Но сегодня Особый день Когда Марианна Фоткает Меня и Сашу А я постараюсь Красиво Сфотографировать Марианну Пристегнул Но ты должен Напротив меня Как-то сесть Он не дотянется Урок 5 Тотографии От Марианны Марианн Профессионал Марианн Профессионал Угу Там Вот там Или лампочка Можно Велосипед И все Велосипед 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 Снимаем Мы в районе Принцлауберг Тут такой Типичный Типичный Принцлауберг Милые домики И рядышком Есть парк И Стрит стайл Земля И Ну и river Дальше Стрит Дальше Стрит ssen О Мерсить И Стрит Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Мы приехали в поселочек, в городочек Хорин. Тут просто какая-то благодать, совершенно очаровательная улица с такими фонарями, какой-то старинный храм. Но мы приехали в аббатство, и здесь будет сегодня проходить еще пасхальная ярмарка, так как сегодня католическая Пасха. И мы приехали здесь погулять. Такой получается насыщенный день. С утра фотосессия, а теперь прогулка в таком милом городочке. Такая вот пирожка. На камере не очень видно, но я не ожидала, что оно такое огромное. Мне остается быть тоже мой фотоаппарат бреночный. Сася, работай. Рочное отключение. Идем по такому лесу, уже обратно на станцию. И встретили маленькую тоненькую змею, прям по дорожке проползала. Три года подряд я ездила на Бали, ни разу там не видела змеи, хотя их там полным-полно, всяких ядовитых. А тут здравствуйте под Берлином. Берлином.